всем привет меня зовут катя и сегодня мы с вами будем шить футболку с крылышками шить буду по выкройке элины по тыкве как всегда в самом начале измеряем проверочный квадрат и смотрим чтобы он соответствовал заданной цифры все выкройки даны с припусками на швы детали полочки и спинки даны со сгибом также у них есть припуски на подгибку выкройки обтачек не стала уменьшать чтобы было лучше видно они даны также с припусками на швы надо раскрыть две детали одну основную и одно из клеевой это прописано на выкройке обе обтачки со сгибом выкройка сборки дана также со сгибом кроить ее согласно направляющей долевой на детали прописаны какого размера ее нужно собрать шить буду из футера двух нитки цвет выбрала очень красивый название к сожалению я не запомню после раскроя у вас должно получиться одна деталь полочки со сгибом 1 деталь спинки со сгибом 2 детали сборки со сгибом 1 деталь обтачки спинки со сгибом и к ней же такая же деталь из дублерина 1 деталь обтачки полочки 1 деталь спинки со сгибом и к ней же такая же деталь из дублерина нитки иглу для трикотажа начнем с обтачки обтачки я проклею дублерином и обработаю края низа ее на оверлоке отутюжим смотрите здесь очень важно чтобы лицо оверлочной строчки было на лице оттачки так с изнанки будет смотреться красивее теперь стачаем плечевые швы обтачки на оверлоке и также плечевые швы на полочки и спинки и и и и и и и сейчас найдем средину спинки и полочки поставим дам метки. То же самое я сделаю и с обтачкой. Состыкуйте получившиеся метки, метку на полочке с меткой на обтачке полочки, метку на спинке с меткой на обтачке спинки и плечевые швы. Столите все булавками. Сточайте на оверлоге. Смотрите, не растягивайте горловину. В плечевых швах не торопитесь, замедлите строчку, так сможете контролировать смещение пересечения швов. Продолжение следует... Теперь проложим строчку на швейной машине на сторону обтачки на расстоянии 1-2 миллиметра. Для этого я воспользуюсь вспомогательной лапкой. Она шла у меня в комплекте со швейной машиной, но думаю, что они есть и в продаже на различных сайтах. Продолжение следует... Хорошо отутюжьте. Теперь стачаем боковые срезы. Для удобства скалите булавками. Продолжение следует... Только что сделаны швы отутюжьте. Одну деталь сборки сверните в кольцо и стачайте на оверлоге. То же самое сделайте и со второй деталью. Развернув швы в разные стороны, состыкуйте края швов, скалите булавкой и далее по всему периметру, чтобы крылышки получились со сгибом. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь проложите две параллельные строчки на швейной машине, поставить длину стежка на максимальную. Закрепку не ставьте и оставьте длинные хвостики. Продолжение следует... 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 Примерьте получившееся крылышко к пройме, надо чтобы сборка хорошо поместилась в поле, лучше измерьте ее и соберите по указанной величине. Калите все иголочками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Будем стачивать на верлоке, не торопитесь, смотрите, чтобы левая игла шла чуть левее левой проложенной строчки, также помогайте себе снизу, поправляйте и расправляйте складки, чтобы не захватить лишнего. Редактор субтитров А.Кулакова Если же все-таки где-то какую-то ниточку видно, просто потяните за нее и уберите, она нам больше не нужна. Теперь я отстрочу шов на распошивальной машине, это можно сделать и на обычной швейной. Предварительно хорошо отутюжьте, чтобы шов был максимально плоским. Сделайте все то же самое и со вторым крылышком и все хорошо отутюжьте. Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Давайте обработаем низ изделия. Я буду это делать на распошивальной машине. Вы можете использовать двойную иглу, зигзаг или отделочную строчку. Только для этого предварительно обработайте низ на оверлоке. Вы не сможете приколоть, можно сметать. Я буду пользоваться глазомером и указательным пальцем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Напоследок соединим плечевые швы обтачки с плечевым швом изделия. Я это все обработаю вручную. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас все отутежим на готовность. Вот такая милая футболка у нас получилась. Она отлично дополнит базовый гардероб. Такую футболку можно носить в офис на прогулку. Прекрасно сочетается с обувью на каблуках и с кроссовками. Можно носить и с юбкой, а можно и с джинсами. Шейте вместе со мной. Показывайте свои работы в инстаграм. Ставьте хэштег футболка с крылышками. Не забывайте подписаться на наши аккаунты в инстаграм. Всем хорошего дня и правильного натяжения нитей.